Дорогие гости Вадима, перед вами выступают хористы, хористки. Мы споем песню, посвященную Вадику, его любви, и вообще о жизни песни. Музыка в Висбурге, слова народные. Радость жизни в каждом шаге, пишем так, не на бумаге. Тонким перышком надежды пишем мы в душе, как прежде. Нашей юности далекой, хоровой и неодинокой, Где мы страстно счастье пели, пели песни и любили. Поезд был давно зеленый, ты седой, желтеет клёный. Но звучит на бирже гордо, в день победы все аккорды. В руки звука режиссера, по пультам форхают спора. Голос твой чарует сладко, в общем, Вадя, всё в порядке. Мы с тобою, Елисеев, Беким свет и разум сеем, И с восторгом мир вбирая, Верим в счастье, твёрдо знаем. Жизнь, как прежде, полосата, То красива, то карвата, Но мы ценим даже крохи, Радость жизни в каждом вздохе. Радость жизни в каждом вздохе. Спасибо. Большое спасибо за поздравления, за тёплые слова, за душевную песню. Очень приятно. А сейчас я позволю себе продолжить Елену Казанцеву. Ветер чужой от того и холодный, Думы мои, нелегкий и свободный, Песня моя далеко не летит. Солнце взойдёт, я увижу дорогу, Только б не знать, что она в никуда, Только б любить одинокого Бога, Только б пить, как живая вода, Ветер чужой от того и холодный, Думы мои, нелегкий и свободный, Думы мои, нелегкий и свободный, Песня моя далеко не летит. А сейчас Александр Дульский. Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, Рассказывает мне, Аленушка, Рассказывает и рассказывает, Одним движением ресниц, Рассказывает мне Алена Про стани перелётных птиц Под небом повелённых. Народ, звером ремины, Качаются, качаются, А песни для любимых Поются, не кончаются. Солба откинув прядь волос, Без слов поёт о лёву, Про запах сена, про богос, И полдень дня полёванный, И в меди медленной руки Я вижу изумлённо В течение плавной реки В тени берёз и клёнов. Над озером ремины Качаются, качаются, А песни для любимых Поются, не кончаются. Олёнушка, Олёнушка, Олёнушка сероглазая, Ты сказку мне, Олёнушка, Рассказывает и рассказывает О тридесятых странах, Что все в родной сторонке Всю жизнь я слушать стану Тебя, моя Алёнка. На озером ремины Качаются, качаются, А песни для любви Поются, не кончаются, Поются, не кончаются. А вот эту песню я Впервые услышал в исполнении ансамбля группы Товарищей, Который выступал у нас В духальной среде. Они её пели на пять голосов И в три гитары. Но я, конечно, её буду петь На один голос с одной гитарой. Но песня от этого, надеюсь, Не станет хуже, Потому что она очень красивая. И она, опять же, про очень, Про то, что у нас вот сейчас За окнами происходит. Замок белый морской, И гречи, и ствы, И цыганский зон, И дворов, и ремок царь. Это осень, мой друг, Это волны молвы, О вещах шерстяных И простудах молвы. Это осень, мой друг, Это клюв журавля, Это звук, Сотрясаемых в яблоке зёрен. Осень, мой друг, Это свежая душа, Расползается тщательно, Сокращая. Скоро всё, что способно, Покроется льдом, Синий точь щит Классической твёрдой кошки. Это осень, мой друг, Это мысль о том, Как кормить стариков И владельцев кошки. Как дрожать одному Надо всеми людьми, Словно ивовый лист, Или кто его знает. Это осень, мой друг, Это клюв журавля, Это звук, Сотрясаемых в яблоке зёрен. Осень, мой друг, Это слёзы любви Ко всему, Что без этой любви умирает. Осень, мой друг, Это слёзы любви Ко всему, Что без этой любви умирает. Слёзы любви Слёзы любви Слёзы любви Слёзы любви Слёзы любви Слёзы любви Коэта Николая Рубцова. Песня называется «Душевная», И не случайно, Потому что душа Попоминается В каждом куплете Этой песни. На первый взгляд Песня такая весёлая, Энергичная, Но на самом деле Она гораздо глубже, Чем может показаться На первый взгляд. Потому что она О жизни. В комнате темно, в комнате беда Кончилось вино, кончилась еда Кончилась вода вдруг на этаже А ничего ж тогда весело в душе В комнате давно кончилась беда Есть у нас вино, есть у нас еда И течет вода вновь на этаже А ничего ж тогда пусто на душе Раннюю весну, омрачая мир Шел панулый строй, а рядом конвоир По душе в ночи снился дивный сон Вербы да грачи, колокольный звон Девушке весной я дарил кольцо С грустью и тоской ей смотрел в лицо Холодна была у нее ладонь Но сжигал до тла душу мне огонь Постучали в дверь Открывать не стал Я с людьми не злей Просто я устал Может быть, меня ждет за дверью друг Может быть, родня А в душе и спок В комнате моей всем гостям почет Полною рекой жизнь моя течет Выйду не спеша и на мир взгляну Окунись душам в чистую волну Помп-пам-пам-пам-пам-пам Помп-пам-пам-пам-пам-пам Помп-пам-пам-пам Помп-пам-пам-пам-пам А вот еще одна старая-старая песня Автора музыки, к сожалению, не знаю Потому что на эти стихи написаны Несколько вариантов песни Но у нас в куре как-то практиковался Именно вот этот Это было очень-очень давно, где-то еще в начале 80-х годов. Стихи Эдуарда Успенского. А вот музыка этого варианта, я не знаю, чья. Песня называется «Бабушка-пирата». Дует ветер озорной, в паруса фрегата провожала на разбой. Провожала на разбой бабушка-пирата, два кастинка положила и для злота мешок. А еще кусочек мыла, ту-ту-дум, ту-ту-дум, а еще кусочек мыла и зубной порошок. Дорогой кормилец, значит, соколом на глазы. Ты смотри на абордаж, ту-ту-дум, ту-ту-дум, ты смотри на абордаж по пусту, не лазовый. Без нужды не посещай, злачные притоны. Зря сирот не обижай, ту-ту-дум, ту-ту-дум, зря сирот не обижай, береги патроны. Без закуски ромни пей, очень вредно это. И всегда ходи с губей, ту-ту-дум, ту-ту-дум, и всегда ходи с губей, если водород нету. Серебро клади в сундук, золото в ладушку, только в этом месте внук, ту-ту-дум, ту-ту-дум, только в этом месте внук, береги старушку. Знаешь, пока полетак, все тебе в закомок, поезжай-ка ты сама, ту-ту-дум, ту-ту-дум, поезжай-ка ты сама, я останусь дома. Дует ветер козырной, в паруса фрегата, уезжала на разбой, ту-ту-дум, ту-ду-дум, уезжала на разбой, бабушка пирата. По поводу сбоев мамами и бабушками был даже такой анекдот, когда приезжает девочка летом в пионерский лагерь, у нее там с собой два чемодана, рюкзак, еще сумка там где-то сбоку, начинает она все это дело распаковывать, достает оттуда зонтик. Вожатые спрашивают, я все понимаю, зонтик-то тебе зачем? Можно подумать, у вас мамы никогда не было. А вот следующую песню мы точно сейчас будем петь хором, потому что ее всегда все поют хором. Груинская песня была такой джавой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо У следующей песни У следующей песни тоже достаточно интересная история Эта песня звучала в художественном фильме Асса Называется она «Ворот золотой» Она стала известна благодаря этому фильму Благодаря тому, что ее спел когда-то Борис Гребельщиков Но авторство этой песни долго оставалось неизвестным Борис Борисович никогда не говорил, что это его песня Он просто ее пел и все Возможно, он даже сам не знал, откуда она взялась И уже спустя много лет вдруг неожиданно выяснилось Что музыка этой песни, которая долгое время приписывалась Итальянскому композитору Франческо де Милана На самом деле написана нашим соотечественником Которого звали Владимир Лавилов Это был очень интересный человек Он впервые в Советском Союзе Начал заниматься людневой музыкой Начал играть на людне Людней тогда в Советском Союзе вообще в принципе не было Он при помощи знакомых гитарных мастеров Сделал первую людню, которая появилась на нашей земле Сделал ее по картинам старых итальянских мастеров Потому что ни одного живого инструмента в его наличии не было И начал это дело пропагандировать, начал преподавать И где-то в 70-е годы на фирме «Мелодия» вышла пластинка с записью людневой музыки в его исполнении И там в частности были различные средневековые композиторы, которые писали для людей И вот каждая пьеса была написана каким-то древним композитором Только спустя много лет назад выяснилось, что все композиции на этом диске Кроме песни «Зеленая лукова» написал сам Вабилов Он очень хотел, чтобы эти песни, эти пьесы увидели свет Но он боялся, что неизвестный никому человек, зающий из фамилии Вабилов В Советском Союзе вряд ли попадет куда-нибудь И поэтому пошел он в такую мистификацию И каждой пьесе собственного сочинения он предписал какого-то старинного автора Настолько неизвестного, что, в общем-то, ну, вряд ли кто-нибудь стал этим интересоваться И пытаться его как-то опровергнуть Но поскольку вот эта песня пошла в народ и стала очень знаменитой Все-таки кому-то удалось выяснить, что мало того, что в каталоге Франческо Дамилана произведение Значит, эта песня не значится, это вообще не один музыковед Все музыковеды, занимавшиеся итальянской музыкой, в один голос сказали Нет, это не может быть Франческо Дамилана, это вообще ни его стиль, ни его музыка И кто, собственно, сказал, что это мог он написать И так, значит, цепочка за цепочкой все это и выпало Но, тем не менее, в общем-то, мечта Владимира Вавилова сбылась Его песня не только попала на фирму «Мелодия», но еще и осталась в народе и стала очень знаменитой Да, так что стала поистине народной песней Стихи написал поэт Ангел Волхонский Ну, на самом деле, в этих стихах явно идет отсылка к церковным текстам Это, по-моему, откровение Иоанна Богослова или что-то в этом роде Где упоминаются животные, сидящие возле трона И там был и полуисполненный очей, и лев, и орел Это все вот взято оттуда И вообще в Ингенаре стихотворение называлось «Рай» И первая строчка была не под небом голубым, как мы все знаем, а над небом голубым Ну, как-то вот в народе прижился другой вариант Как-то вот так получилось Ну, как говорил Пуховарыч Глинка, музыку создает народ, а мы ее только разживаем Поэтому народ часто вносит коррективы в авторские замыслы Итак, Владимир Вавилов, стихи Андрея Волхонского «Город золотой» Песня «Город золотой» С прозрачными воротами и яркою звез другой В городе полосав С утра видат цветы Гуляют там животные Невиданой красы Одно, как жёлтый, огнегривый лев, Другой у него исполненный очей, С ними золотой орёл небесный, Чей так светёл взор незабываемый. В небе голубой Лит одна звезда, она твоя, О, ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любил, Кто светил, тот и свят, Пускай не ведёт звезда тебя Дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев И синий волк, исполненный очей, С ними золотой орёл небесный, Чей так светёл взор незабываемый. Песня в средневековом стиле Действительно, песня в средневековом стиле. Ничего не скажешь. Вот такая вот история. А сколько лет назад Это примерно, по-моему, Боюсь соврать, то ли 14-й, то ли 15-й век, Наверное, где-то. Нет, я просто, например, Ждала эту концовную музыкальную школу, Как Франческо помела, Это было в 90-е годы. А вот эта пьеса была записана на мелодии В 70-е годы. И в 86-м году было переиздание этой пластинки. Она выдержала несколько тиражей. Была очень популярной. Практически, наверное, В каждом доме была пластинка Людневая музыка Ипохи Возрождения. Вообще, не 14-й, а 17-й, наверное, 17-й, наверное, все-таки. 17-й, да. Вот, так что... И вот эта пьеса была очень известна С 70-х годов. Буквально вот, когда вышла вот эта пластинка. Первая, первая пьеса. Вот следующая песня. Стихи снова Николая Рубцова. Музыка замечательного композитора, К сожалению, не очень известного, Но у него много прекрасных песен. Это Андрей Ключков. Называется она «В старом парке». Песчатый путь, В его темный лес, В зеленый пруд, Терри, Стихи. Стихи. Основанненько, В полоте. Субтитры создавал DimaTorzok И там во тьме мурилого строения Забытого навек без сожаления Горят кошачьи жёлтые глаза Не отыскать заросшие следы Ничей приход не оживит картины Лишь манят вспыхнут ягоды малин До редких вишек крупные плоды Здесь барин жил и может быть сейчас Как старый лев дряхлея на чужбине Об этой сладкой вспомнил он малине И долго слёзы катятся из глаз Подует ветер, сосен тёмный ряд Вдруг зашумит, застоится не может И этот шум волнует и тревожит И не понять, о чём они шумят Вот следующая песня Она мне очень близка Потому что я много раз ходил По подарочные походы на Ладогу И буквально с самого начала С первого же похода, в котором я спел эту песню Естественно, я всегда брал с собой гитару Всегда пел песни в течение всего похода Иногда нас набиралось достаточно много поющих И в одном из походов у нас даже к концу Сложился такой импровизированный ансамбль Который мы в шутку назвали тамбовский хор И пели все эти песни хором Потому что за две недели все их уже выучили Но вот эта песня пользовалась особой любовью У всех наших походников Потому что она написана про Ладогу И в общем-то она всегда звучала И даже стала неофициальным гимном Нашей походной бригады Автор так и неизвестен Вот он слышал в свое время в хоре И так до сих пор не знаю, кто написал И вначале в этой песне были слова «Поцелую я туман, туман, окутавший речку Ладогу» Такой речки я на карте ни на одной не нашел Говорят, есть где-то речка Ладожка Ну, опять же, вот такая странная трансформация Но в конце концов, поскольку мы были на Ладоге Все, кто ходит по Ладоге, считают совершенно серьезным ее морем Это настоящее море, просто песноводное И поэтому мы ее переделали Туман, окутавший море к Ладогу И так до сих пор поднимают Вот так Итак, Ладога Песня «Поцелую я туман, туман, окутавший речку Ладогу» Песня «Поцелую я туман, туман, окутавший море ладогу» Песня «Поцелую я туман, туман, окутавший речку Ладогу» Я увижу тебя вдалеке, вдалеке, И навстречу тебе побегу. И я увижу тебя вдалеке, вдалеке, И навстречу тебе побегу. Трубые глаза загляну твои, И увижу я в них море ладогу. И как в ней, и как в ней В глубине твоих глаз Разбежу вас на светлую рову. И как в ней, и как в ней В глубине твоих глаз Разбежу вас на светлую радугу... ПЕСНЯ 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 Спит в тепле, на средней полосе Избрали город вечной панзою Знаю, нам не пережить зимы А шкура словно пес на привязи Кривая никуда не вывезет Но море ждет нас, черт возьми Море ждет, а мы совсем не там Такую жизнь пошлем мы, Клешеву Вот, смотри, я, ты будешь капитан Наденем шпаги потускневшие Мы с тобой пройдем по кабакам Команду старую разыщем мы А здесь, а здесь просто лишние Давай, командуй, капитан Аплодисменты Командуйте 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 Следующую песню написал Владимир Васильев И эта песня тоже имеет отношение к моей жизни Вообще вот очень интересно Мы тут в этом году сходили на неделю на Ладову И как-то, значит, сидели вечером у костра уже, значит, после ужина И ребята меня удивили одной фразой Они сказали, знаешь, а мы ничего про тебя не знаем Про твое любимое, про твое детство, про твою юность Вообще, как это можно? Я так удивился, но про меня все знают все уже Вот, ну, на самом деле То есть ты только не готов рассказать Да, я вкратце расскажу Коротенька минут на соль Вот, ну, на самом деле Я с детства занимаюсь музыкой Потому что у меня бабушка с дедушкой пели в ходе Белинского театра много лет И поэтому как-то вот мои родители решили, что я должен продолжить эту традицию И хотя они сами были инженерами, в общем-то, к музыке не имели никакого отношения Но, когда мне исполнилось 7 лет, меня отдали в хоровое училище в Ленинградской капелле Есть такое замечательное учебное заведение, в котором учатся одни мальчики Находилось оно тогда прямо на мойке 20, прямо с выходом на дворцовую площадь Вот, переменными бегали, дышать воздухом на певческий мостик Вот, дворы капеллы, это, в общем-то, наш родной дом был Вот, и в 11 лет я учился музыке в этом учебном заведении Там все учили музыке, у нас было много очень музыкальных предметов А у вас Козлов был? Федор Михайлович Козлов у нас проводил хор, преподавал дирижирование Много там было интересных людей, у которых было чему учиться Да, и общеобразовательные предметы там были на втором плане, они были, и даже были очень хорошие подаватели, которые много у нас научили Но все отдавалось, значит, 4 дня в неделю у нас был хор, у нас было сольфеджио Потом вечером, после того, как обычные школьники бегут домой делать уроки, у нас были индивидуальные занятия с педагогами Мы занимались фортепиано, мы занимались дирижированием в старших классах уже И, в общем, это было достаточно тяжело физически, потому что, ну, как правило, малышей пропускали вперед Значит, где-то часа в 3-4 занимаются маленькие Чем старше класс, тем больше ты занимаешься, потому что педагог один, все у него по очереди занимаются Классов мало И вот сидишь в одной школе до 9 вечера, в 9 вечера наконец-таки доходишь до педагога Уже никакой совершенно глаза в кучу, а их надо играть, надо что-то выдать, значит, надо показать, чего выучил Ну и, в общем, где-то в классе в 5-ом я научился пить кофе Мне с собой давали бутылочку, было такое лекарство, альмагель, у меня папа его принимала как язва Значит, такая 250-граммовая бутылочка из толстого стекла Мне наливали эту бутылочку кофе, я ее брал с собой в портфель Значит, дальше я дожидался своего времени Перед тем, как открыть дверь учителю, я открывал эту бутылочку, делал вот так И шел заниматься Значит, где-то на полтора часа этого хватало Вот, потом, соответственно, уже было неважно Вот, кофе пью дочь в портфелье Правда, уже так не действует Теперь варёк и ковшик Да Но кофе люблю А вот следующая песня, да, возвращаясь от моей биографии к нашему концерту Следующая песня относится к следующему этапу моего большого пути Когда я должен был идти в армию В общем-то, много было способов для музыканта пережить это не тривиальное событие Кто-то пытался, значит, каким-то образом это дело запросить Выписывали себе справки Один мой одноклассник даже сделал себе справку о том, что он психически нормальный В армию его не взяли, но потом, когда он должен был поехать на гастроли Пришлось переделывать справку обратно Были такие вот весёлые истории Но я решил, собственно говоря, такими вещами не рисковать Но у меня была бабушка в Миринском театре И бабушка, значит, обратилась к своим старым друзьям Один из её друзей был руководитель сценического оркестры Или, как тогда говорили, банды Это был духовой оркестр, который на сцене во время спектаклей Играл, значит, ту часть музыки, которая непосредственно относилась к театральному действу И она попросила его помочь И он меня за два месяца научил играть на духовых инструментах Значит, я играл на альтборне Это такая, значит, маленькая туба такая, совсем маленькая И играет она комплиментов Когда играет военный оркестр Ум-ца-ца, 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 ку-ца-ца играл я И так вот все два года? Да, и все два года Потом, значит, на второй год, когда я уже был старослужащим, меня перевели на тенор-кор Это была такая же штука, но только чуть побольше И играла она нижнюю ноту в ЦЦ И в результате я попал в военный оркестр военно-возважно-краснознаменного института физической культуры Он был в нашем городе, поэтому на выходные меня периодически отпускали домой В общем, служил я прямо в Санкт-Петербурге Но служба была достаточно интересной и разнообразной Потому что военный оркестр в мирное время это военный оркестр А в военное время это похоронная команда И поэтому каждый раз, когда случалось дежурство по гарнизону Нас гоняли на военные похороны И мы играли на кладбище в похоронный марш в Едином Советского Союза В любую погоду, в дождь, в минус 30 Неважно, рука играет как штык Была ситуация, когда у меня не то что замерзла труба У меня отвалилась механика, которая была припаяна оловом Олово на морозе разрушается Механика отвалилась и осталась у меня в руках Я, значит, вентили крутил пальцами Но доиграл Да, на аккомпанементе это было легко Да, это не соло на трубе Если уж застряло, так застряло А тут можно было потихонечку подкрутиться Попасть в тональность Ну, по муштуке, примерзшие к губам Это, в общем-то, можно уже не рассказывать Это было обычное дело Потом уже научились их снимать и прятать рукавицу До момента начала игры Вот Ну, и вот об этом следующая песня Которая называется «Духовой оркестр» Когда я был щенком И верил в грезы детства Усатым трубачок Себя воображал Едва заслышав звук Военного оркестра С водагою дружков Я вслед за ним бежал Ах, как хорошо! Один, два, оркестра Один, два, оркестра В темноту И руки нам спаял Товарищ Мендельсон Ах, как хорошо! Один, два, руки, ноги, голова В душу надувая Подымая пыль с палубом У меня жалей Пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Последний солнца всплеск на меди добираю, Последние шаги затихнут и замру. Уходит мой оркестр, но звуки догоняя. За музыкою в свет мальчишки помни Ах, как хорошо, эти два руки, ноги, голова Душу выдавая ртом, поднимая быстро лоб Глупим, не жалея ног, чередуя выдох-водок Чтоб по жизни прогреметь, как первый игрок Следующая песня у меня всегда вызывает ассоциации, опять же, с форм Потому что она пелась на всех наших гулянках Когда мы ходили на белые ночи, когда мы ходили пить на 9 мая И после этого шли к атлантам И там всегда звучала вот эта песня Песню эту написал Александр Городницкий И она так и называется, атланты Давайте споемся Когда на сердце тяжесть и холодно в груди К ступеням эрмитража ты в сумерки приди Где без питья и хлеба забытые в веках Атланты держат нервы на каменных руках Атланты держат нервы на каменных руках Держать его махину, днемет со стороны Напрыженные спины, колени сведены Их тяжкая работа важней иных работ Из них ослабнет кто-то И небо упадет Из них ослабнет кто-то И небо упадет По тебе заплачут вдовы Повыгрят поля И встанет грим лиловый И кончится земля А небо год от года Все давит тяжелей Дрожит оно откуда Ракетных кораблей Дрожит оно откуда Ракетных кораблей Стоят они, ребята Точеные тела Поставлены когда-то А смена не пришла Их свет дневной не радует Им ночью не до сна Их красоту снарядами Уродует война Их красоту снарядами Уродует война Стоят они навеки Упершим и вину Не ходили человеки Привыкшие к труду И жить еще надежде До той поры пока Атланты небо держат На каменных руках Атланты небо держат На каменных руках Следующая песня Написана на стихе Леонида Филатова Музыку написал Владимир Качан Называется она Либо разноцветная Москва Либо в народе Она получила название Оранжевый код Потому что это, видимо Самые запоминающиеся Детали из всей песни Ну вот так У окна стоит, как у холста Ах, какая за окном красота Будто кто-то Перепутал цвета И держит твой манеж А над Москвой Встает зеленый восход А по мосту Идет таран Встает зеленый восход И ладошнику ветром Продает Апельсин цветный беж Вот тролирусом мерцает окно Пассажир, как цветное вино Мне, товарищи, ужасно смешно Наблюдать в окошко Наблюдать в окошко А этот негр из далекой страны Так стесняется своей белизны И рубают рядом с ним пацаны Фиолетовый пламбир Этот негр из далекой страны Так стесняется своей белизны И рубают рядом с ним пацаны Фиолетовый пламбир И качает голову по старой Он сегодня ошарашен Москвой Ничем-то он не поймет Сам не свой Солом на ливаном бери А я по улице бегу Хохочу Мне любые чудеса По плечу Фонари свисают Я же не хочу Как бананы в самаре А я по улице бегу Хохочу А мне любые чудеса По плечу Фонари свисают Я же не хочу Как бананы в самаре У окна сталь века У холста А как за окном красота Будто кто-то перепутал цвета И тержит выманешь А над Москвой встает зеленый восход А по мосту идет оранжевый ход Латушнику метро продает Апельсины цвета беж Над Москвой встает зеленый восход А по мосту идет оранжевый ход И латушнику метро продает А апельсины цвета беж А апельсины цвета беж А апельсины цвета беж И снова песня Александра Городницкого Все перекаты Да перекаты Послать бы их по адресу На это место Уж нету карты Плывем вперед по адресу На это место Уж нету карты Плывем вперед по адресу А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою Владеют камни Владеет ветер Моей грязной лодкою Владеют камни Владеет ветер Моей грязной лодкою А если есть да С тобою кто-то Не стоит долго мучиться Люблю тебя я До поворота А дальше как получится Люблю тебя я До поворота А дальше как получится Большой воде я Сегодня выйду А завтра лето Хочется Но подавать я Не стану виду Что умирать не хочется Но подавать я Не стану виду Что умирать не хочется Все перекаты Да перекаты Послать бы их по адресу На это место Больше нету карты Плывем вперед По адресу На это место Больше нету карты Плывем вперед По адресу И вот еще одна песня О водных походах Которая тоже мне очень близка Потому что водные походы Я люблю Я ходил и по рекам И ходил и по Ладоге И ходил и по озеру По Калиле А по Нари Я не ходил Но песню про нее спою Юрий Висбург Лучше нету для нас подарка Чем зеленая байдарка У костра сидит табака Режет ножиком хлеба И волнует нас с тобою Нечто очень голубое То ли вечер, то ли ночь То ли общая судьба Так давай Споем на пар Про Тамар Про гитар И про речку нашу в нару Чтоб как девочка бежить Через рощи Через пущи Через нас с тобой плывущих Посмешно А терапу Под названием Наша жизнь Лучше нет для нас призвания Чем бесплодные скитания И наивное желание Собеседника понять Но не смогли Полагай Тонкой веточкой играй Одновременно другая Не виновна бы меня Так давай Споем на пар Про Тамар Про гитар И про речку нашу в нару Чтоб как девочка бежить Через рощи Через пущи Через нас с тобой плывущих По веселому проливу Под названием Наша жизнь Лучше нету Да в свету Но туда Охоты нету Если только кто С приветом Так пожалуйста Вперед Были реки Были горы Будут новые просторы Не грусти Тамара Скоро Наш байдарочный поход Так Давай Споем на пару Про Тамару Про гитару И про речку нашу нару Чтоб как девочка бежит Через рощи Через пущи Через нас с тобой плывущих По коротенькой речушке Под названием Наша жизнь Так Давай Споем на пару Про Тамару Про гитару И про речку нашу нару Чтоб как девочка бежит Через рощи Через пущи Через нас с тобой плывущих По смешному океану По лесеному проливу По коротенькой речушке Под названием Наша жизнь По реке я на байдарке ходил Но не по Нари А по реке Суне В северной Карелии Очень интересный был поход По длительности почти на вторую категорию По сложности почти на вторую категорию По длительности немножко не дотянул И один раз там Там естественно были пороги Как и на всех реках Вода правда была высокая В июне Мы шли Как нас предупредил инструктор Перед мы их на маршрут Грибов и ягод не ждите Зато будут комары и клещи Ну так примерно оно и было Когда мы приехали на турбазу С которой нас должны были забросить на маршрут Это было примерно Километров 80 к северу От Петрозаводского И приехали мы туда Там жуткое количество комаров Просто выходишь И невозможно было пройти по улице А тогда же не было ни офф экстрима Ни вот этих всех пшикалов Было только такое средство Назвалось ДЭТА Ее надо было мазать на руки На лицо, на одежду На все что можно От нее оставались чуть ли не проеденные дыры Потому что она была очень ядовитая Это единственное средство было от комаров И в общем часто им пользоваться было как-то рискованно Но вынуждены были терпеть Комаров было просто немеряное количество Но когда нас вылезли на маршрут Я понял что на базе комаров не было вообще Потому что наш микроавтобус Когда он остановился на берегу В том месте где нам надо было выходить Был покрыт сплошной шевеляющейся массой Вот и у меня была только единственная мысль А вот когда нас здесь нет Что они тут делают На этот вопрос ответа я так и не нашел Но поход был комариной Нас спасали палатки Которые вот я видел тогда первый раз Такие палатки А тогда были гризинтухи Ладога-2 Которые завязывались на веревочку Еще там петельки надо было продевать Так вот в Северной Карелии Это не практикуется вообще Там палатка заканчивается тубусом У которого такая стяжечка На веревочке И вокруг нее еще обматываешь несколько слоев Завязываешь узелок Залезая внутри И вот только после этого Начинаешь пить комаров внутри палатки Которые все-таки успели прорваться Потому что вот через этот тубус Воздух не проникает Комары тоже Можно спать спокойно Да, вот такая вот Шишками из него гоняли оттуда Ой, их невозможно было выгнать Их было огромное количество И когда мы дежурили по кухне У нас был специальный накомарник Такой, значит, из пчеловодческого магазина Значит, такая шляпа С сеткой с вуалью И внизу, затянутая, опять же, на веревочку И вот представьте себе Человек, значит, режет свежепойманную щуку На доске У него на голове вот этот вот накомарник А рядом стоят два помощника И ветками от него комаров отгоняют Ну, примерно так и ты выглядели Вот, ну Много там было интересного Был каскад из двенадцати порогов Которые мы проходили Это был мой первый поход Было очень страшно, конечно, поначалу Как это там есть походы Пороги Все такое жуткое Значит, как это там, значит, по этой воде Там все бурит Там камни торчат нас под водой Вот, ну, когда, значит, пошел этот каскад из двенадцати порогов Где-то примерно к восьмому порогу Я уже, ну, господи, еще один Когда же это наконец закончится Бояться уже устал просто Да и некогда там было Надо было, безусловно, работать Вот, ну, а следующая песня Тоже посвящена путешествиям Но на автомобилях Юлий Тим, автодорожная На автомобилях, кстати, мне тоже довелось путешествовать И тоже в хорошей компании Мы вот с ребятами ездили как-то по Золотому кольцу на машинах Очень интересный был поход Мы посетили все старинные русские города И Суздали были, и Ярославли где-то, ну, не были Ездили вот так вот караваном из нескольких машин Ну, и вот отсюда, наверное, вот Тоже может быть ассоциация с этой песней Пусть без обеда оставит нас мама Пусть на экран выйдет новое кино Пускай нам беда, пускай динамо Какая динамо, она все равно Улетай, улетай в путь дорогу И видам, что обратно в твоем пути У автомобиля здесь моторы крылья летим Четыре канавы, трицать три ямы И сколько? Восемь тысяч передавленных собак Нам надо направо, а мы летим прямо А мы летим прямо Там был и ряд Улетай, улетай в путь дорогу И видам, что обратно в твоем пути У автомобиля есть моторы, крылья летим Если ты весел и если не весел Если с грустью глядишь ты в окно Если тебе не сидится на месте Тебе остается только одно Улетай, улетай, будь дорогу И видать, что враг на твоем пути У автомобиля есть моторы, крылья летим Би-би-би-би, биби-би-би-би, биби-би-би-би-би-би-би-би. Ну вот как-то незаметно подошла к концу наша программа. И сегодня вот я хотел бы закончить свой концерт, Но, по крайней мере, ту его часть, которую я сегодня подготовил Замечательной песней Алексея Иваченко Которая называется «Вальс возвращения» Потому что любое путешествие, оно так или иначе Заканчивается возвращением Усядут большой самолет Утром отъедет, ответит, спокоен И тихонько прикажет пилот Пристегнутся токим ремешком И мотор свой концерт заведет И споет его бесперебойно И умчит меня аэрофлот Далеко, далеко, далеко И вдали от наивных забот И от очередей о магазинах Мой пустой, неумеренный пыл Успокоит гитара звеня И однажды наружу всплывет Все, что я по каким-то причинам Не дополил и недолюбил И допел, и недосочинял И церковушки глухих деревень Позвонят мне грехов отпущения И всю мудрость лесов и баллон Накручу я на выцветший ус А когда уж совсем станет лень Ждать вестей о моем возвращении Я усяду в другой самолет Завершу свой виток и вернусь И опять от волнения нет Я пройдусь в любимой столице И как пелка опять в колесе Буду крест повседневный истин Ведь уходим мы только за тем Чтоб однажды назад возвратиться И на самом-то деле мы все Возвращаемся, чтобы уйти На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Это не концерт, это действительно дружеская встреча, потому что здесь все свои, и все нам хорошо вместе с нашими песнями. Большое вам спасибо, друзья.